ребят всем привет сегодняшнем видео полезный совет полезный лайфхак как сейчас это принято называть ну а тема сегодняшнего видео сломалась лопнула ленточное полотно на ленточную пилу хоть по металлу хоть по дереву без разницы сломалось полотно и что с ним сделать сразу выкинуть попробовать нарезать его на куски просверлить в них отверстие подогнать по размеру под полотна по металлу и не покупать полосны по металлу можно также можно нарезать на много кусочков не сделать например коронки по дереву или коронки по металлу тоже можно но это все успеется сегодня я хочу затронуть тему как восстановить это полотно как его сделать как его отремонтировать и кому интересна тема сегодняшнего видео не переключайтесь кому не интересно до свидания ну а я начинаю поехали Буквально за две недели сломал два полотна, зубья на них целы, то есть этими полотнами еще резать и резать металл. Но они лопнули и своевременно я их демонтировал из ленточно-пильного станка, чтобы не произошло что-нибудь интересней в момент разреза детали. Сегодняшняя цель видео восстановить эти полотна. На примере одного из этих полотен я вам покажу, как я даю вторую жизнь этим полотнам. Сразу скажу, я не буду паять, склеивать на сопли, полотно я буду варить, а для этого нужно будет сразу определиться. Будем варить вот так или будем варить вот так. Надо будет посмотреть по направлению зуба, потому что если, например, сварить вот так, его потом придется переворачивать. Поэтому лучше сразу по целому полотну, как правильно сварить лопнутое полотно. А посмотрев из моего запаса новых полотен, я буду сваривать не так, а вот так вот. Есть белый маркер, пометим стороны. Будем сваривать вот так вот. Сваривать полотно я буду полуавтоматом. Газ-каргон, это 82% аргона и 18% углекислоты. Помимо всего прочего, нам понадобятся жимки. Варить я буду на моем сварочном столе. Также полотно будет вариться с двух сторон. Одну сторону варим, зачищаем. Желательно лепестковый диск имеет на болгарку. Но у меня его сейчас нет. Я буду зачищать обычным зачистным диском. То есть варю сначала одну сторону, зачищаю. Потом варю вторую сторону и зачищаю. Но самое главное, ровненько выставить полотно. И по столу хорошенечко зажать жимками. Струбцинами, как вам удобней. Две стороны надо будет хорошо свести плотненько. И обжать жимками. Для того, чтобы все было четко, я делаю это на углу сварочного стола. Ну вот, свелись. Сейчас я брызу антипригаром. И варим сначала с одной стороны. Потом зачистим и варим с другой стороны. Вот такой вот антипригар я использую. Масло на стол я повесил. Включаем сварочный аппарат. И варить будем точками. Две точки достаточно. Отлично. Сейчас вам покажу. Ну вот, смотрите. Одну сторону заварил. Сейчас я ее зачищу зачистным диском. И варим вторую сторону. Ну вот, друзья, смотрите. На второй стороне видно провар. Но все равно две точки мы поставим. И также их зачистим. Ну вот, друзья, после зачистки полотно практически новое. Как будто и ничего не было. Даже зубья практически сошлись. Бывает такое, что один зуб прогорает при сварке. Но это ничего страшного. Сейчас получилось практически идеально. Так, ну все. Полотно сварено, зачищено и готово к работе. Сейчас я установлю в свой ленточный пильный станок это полотно. И мы посмотрим его в работе. Показывать я не буду, как я его устанавливаю, чтобы не занять ваше драгоценное время. Покажу сразу в работе. Ремонтное полотно установлено. Будем резать 18-й пруток. Отлично. Но вот, друзья, 20 секунд и ремонтное полотно отрезало 18-ти миллиметровый пруток. И если вы не знали такой метод восстановления ленточно-пильного полотна, то пользуйтесь. Так что, друзья, не выбрасывайте сломанные ленточно-пильные полотна. Ведь его можно восстановить. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Кому понравилось видео, поставьте лайк. Поделитесь видео с друзьями. Прокомментируйте видео. Может быть вы как-то по-другому восстанавливаете такие полотна. Рад буду в комментах увидеть ваши секреты. Так что пишем комментарии и подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok